Обличение, лжелучение сектантов. Кассета 4. О праздновании воскресного дня и об отмене субботы. Объясняя слова святого апостола Павла, для народа Божия остается еще субботство. Святой Иоанн Златоуст говорит, под субботством он разумеет царство, ибо как в субботу велено было воздерживать от всех злых дел и заниматься одними только делами служения Богу, которые были совершаемы священниками, а доставляли пользу душе и ничем другим. Так будет и тогда. Поистине, это такой покой, в котором нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, в котором нет ни забот, ни трудов, ни скорбей, ни страха поражающего и потрясающего душу. Но есть один страх Божий, исполненный радости. Все там день, все свет, все наслаждение. Такое же толкование данного места из посланий к евреям дают блаженный Феодорит и другие толкователи. А та же и святой Варнава, писание мужей апостольских Варнава, глава 15, страница 48, издание 1895 года, перевод Преображенского. Книга пророка Исаии, 66 глава. И так, ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет и приходить, будет приходить всякая плотность лицом моего на поклонение, говорит Господь. Ведь это указывает на то, что уже суббота будет даже в старстве будущем. Дары ли он личный, говорит святой апостол, но дух один и тот же. Первое к Коринфянам, 12, 4. Следовательно, через пророка Исаии говорил тот же Святой Дух, который прорекал через Иеремию, почему противоречить друг другу они не могли, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Мы изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, 2 Петра 1, 21. А пророк Иеремия говорит, что завет, заключенный Богом с евреями при выходе их из Египта, тот завет, в котором говорится о субботе, исход 16, 23, будет уничтожен, а будет заключен новый завет, следовательно, будет установлена и новая суббота. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Иеремия, 31, 31. «Говоря мой, показал ветхость первого, обличающий и стареющий близко к уничтожению». «Евреям 8, 8. Очевидно, здесь Исаия говорит пророчески о новой субботе, ибо если завет новый, то должен быть и новый день покоя. Так как еврейские субботы и новомесячие, получение святого апостола Павла, были только тенью грядущего, то слова пророка Исаии из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякое плод пред лицом мое для поклонения, нужно понимать, как пророчество о непрерывном праздновании христианами воскресного дня, когда воскресеньем Спасителя дарован людям покой от работы закону Моисееву, упраздненному учением Христа, Ефесянам 2, 15. «Закон о субботе будет исполняться и в будущей жизни, ибо на новом небе, как говорит пророк Исаия, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Божие для поклонения». В этих словах пророка Исаии Бог только сравнивает вечность нового неба и новой земли с вечностью существования на земле христианства, а вовсе не говорит о том, что суббота будет праздноваться и на небе. Все же речь Бога о новозаветних временах, когда уверуют в Бога многие народы, не знавшие Его, стих 18, «И протекут они на конях, на колесницах, на носилках, на мулах и на быстрых верблюдах, на святую гору мою Верусалим. И из них будут брать также священники и левиты, говорит Господь. Ни на конях и колесницах, ни на носилках, мулах и верблюдах верующие не будут вступать в небесное царство. Не будет там избиратель священники и левиты, ибо уже не будет там приноситься никакая жертва. Там все будет, и все будут священниками Бога Вышнего». Откровение 1, 6, 5, 10. Следовательно, и о субботе здесь говорится не небесной, а земной, притом новозаветной, то есть не воскресном. В будущей жизни на небе не будет не только суббота, а и вообще какого бы то ни было различия в днях. «Там будет один вечный день радости и блаженства с Господом. Небесный город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. «Ворота его не будут запираться, а ночи там не будет». Откровение 21, 23. «Если на небе не будет ночи, то не будет и различия в днях, не будет, следовательно, и субботы». Почему же никто из пророков нигде не говорит о новом дне покоя? Нет, говорят. Так, например, Господь обещает через пророка Иеремии заключить с людьми Новый Завет. Иеремия 31, 31. При Новом же Завете должен быть и новый день покоя, каким действительно и явился у христиан день воскресный, новозаветняя суббота. А так как Христос воскрес для оправдания нашего, Риминам 4, 25, то святой Давид приглашает нас в этот день радоваться и веселиться. «Славлю тебя, что ты услышал меня и сделался моим спасением». «Камень, который отверг из строителей, сделался главой угла». 1 Петра 2, 7, Лука 20, 17. «В сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Оной». Салом 117, 21. «В этот день и Христос велел апостолам радоваться. Радуйтесь, сказал Он. Матфея 28, 9. И они действительно в этот день радовались». Иоанна 16, 20. Луки 24, 41. «Таким же днем радости должен быть день воскресный для всех истинно верующих в воскресшего Христа». Сей стих по замечанию святого Златоуста. «И в его время пел народ, и приходил от него в восторг, особенно во время Пасхи, как и теперь он поется в сей великий праздник». А этим святая церковь ясно дает разуметь день воскресения Христова. «Какой же это день, кроме воскресного дня Господня?» Говорит святой Афанасий. «Пророк, поясняет блаженный Феодорит, называет от Бога сотворенным тот день, в который камень сей по страдании воскрес». Епископ Палладий, толкование на Псалмы, страница 502. Святой Иоанн Златолус, объясняя 118-й Псалом, говорит, «По днем он разумеет не течение солнца, но важные дела, совершившиеся в продолжении его». Что может сравниться с тем днем, в который совершилось примирение Бога с людьми? Прекращена долговременная борьба, «Земла сделалась небом, люди, недостойные земли, явились достойными Царства Небесного». Творение Златолуса, том 5, страница 362. Святой Афанасий Великий, объясняя слова 117-го Псалма, «В сей день, который сотворил Господь,» говорит, «Какой же это день, кроме воскресного дня Господня?» «Какой это день, кроме дня спасительного для всех народов, в который отверженный камень встал во главу угла?» «В сей-то день воскресения Спасителя нашего, получившее от него заимствованное наименование, и называется Днем Господним». Разумеется, здесь слово «Творение Афанасия Великого, сейчас четвертая, страница 49-я». Такое же толкование 117-го Псалма дает и блаженный Феодорит, том 3, страница 295-я. И так ясно, что ветхозаветняя суббота была до времени исправления, евреям 9-10, то есть до времени Христа, когда наступила, по предсказанию пророков, новая суббота, то есть день воскресный, который сотворил Господь, день славы Христа, о нашей радости и весели, об избавлении нас и всего мира от рабства дьяволу. Как относились к ветхозаветной субботе Христос и святые апостолы? Как евреи они чтили и праздновали субботу до ее отмены, но чтили не по букве, а по духу. Ибо субботний день или день покоя имел большое религиозное значение в смысле посвящения его Богу. Суббота дана для человека, для достижения через нее высоких нравственных целей, для успокоения от трудов, забот и треволнений житейских, для того, чтобы отклонить внимание его от мира и устремить к Богу, Творцу и Отцу, для того, чтобы отвлечь его мысли от временного, настоящего и суетного и обратить к вечному, будущему, неприходящему. Следователь, и в субботу должно делать то, что с поспешивствует духовному благосостоянию человека. И он не должен останавливаться в такой полезной себе и ближнем деятельности ради того, что извращенные человеческие иудейские учения запрещают делать то или другое в субботу. Архимандрит Михаил, толкование на вторую главу Евангелия от Марка. Многую великую пользу приносила в начале суббота ущи святой Ян Златоуз. Например, делала людей кроткими, человека любивыми к ближним, приводила их к познанию промысла и управления Божия. И мало-помалу, как говорит Эзекииль, научала их удаляться от зла и располагала к предметам духовным. Эзекииль 20. Творение Златоуста, 7 том, стр. 425. Христос, говорит он же, никогда не нарушал субботы без причины, а только представляет к тому случай, чтобы и закону положить конец, и иудеев не оскорбить. Бывают, впрочем, случаи, при которых он нарушает субботу, независимо от обстоятельств. Так, когда помазывает бреньем отче слепому, и когда говорит, отец мой доселе делает, и я делаю. Там же, стр. 421. Для всякого должно быть понятно, что в религиозном отношении числовой порядок празднования Дня Покоя не имеет никакого значения. Важно праздновать седьмой день, а какой именно его указала Святая Церковь Христова. Назначил для этого радостный день воскресения Христа, и в который люди избавились от рабства дьяволу и греху. Суббота не приносила евреям духовной радости, она не давала им совершенного покоя, ибо хотя они соединяли с ней священные воспоминания об окончании творения мира и об освобождении их народа от рабства египетского, но эти воспоминания не приносили им радости. Что радостного могло быть в воспоминании о творении мира, когда с этим соединялось воспоминание о грехопадении? Какую радость духовную могло дать евреям воспоминания о давно минувшем выходе их предков из Египта, когда постоянно и в дни суббот их терзало и мучило живое сознание несмытого греха и отчуждения от Бога? Чтобы понять настроение евреев во время празднования им суббот, достаточно прочесть 37-й псалом, который так и надписывается «Воспоминание о субботе». Содержание этого псалма говорит не о радости евреев, а представляет собой вопль и стон наболевшей грешной души подзаконного человека. «Нет мира в костях моих, а грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя тяготели на мне. Смердят, гноятся раны от безумия моего. Я сагбенный совсем паник, весь день светуя хожу. Я из немог и сокрушен безмерно, кричуя от терзания сердца моего. Беззаконие мои я сознаю, сокрушаясь о грехе моем». И так далее. Вот какое религиозное настроение духа, вот какую радость давал субботний покой еврейскому народу. Не то дает христианам день воскресшего Христа. Первое приветствие воскресшего своим ученикам было «Радуйтесь!» Матфея 28,9. И они действительно в этот святой и великий день радовались. И радости их о воскресшем Избавителе, как радости теперь всех чтущих день воскресения христиан, никто не отнимет, сказал Христос. Иоанн 16,22. Вот почему Христос неоднократно нарушал субботу, желая показать истинный смысл «Почитание седьмого дня». И в то же время подготовляя евреев к замене ветхозаветнего дня покоя новозаветним, подготовляя их к отмене субботы и празднованию воскресного дня, как об этом учат святые отцы церкви. Блаженный Феофилакт объясняет слова Христа «Сын человеческий есть Господин и субботы» в таком смысле. «Я Сын человеческий, Господин субботы, как и всего, и Творец этих дней, поэтому, как владыка, я нарушаю субботу». Христос усиляет субботу, научая людей иначе понимать обряды закона и почитание субботы, поставляет не в телесно понимаемом бездействие новое сдержание от зла, потому что закон, будучи законом всего, добро творящего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу. Ученики Господа, говорит он, срывают колосси, как приученные жить уже не по закону. Святой Иоанн Дамаскин приводит следующие слова из беседы святого Афанасия Александрийского об обрезании и субботе. «Как я сказал, ради отдохновения с Богом, чтобы уделяли Ему хотя бы самую незначительную часть времени, и чтобы успокоился раб и осел, установлено было соблюдение субботы для тех, которые еще младенцы, для порабощенных под стихиями мира» Галатом 4.3. «Для плотских и немогущих ничего понять, что выше тела и буквы. Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» Галатом 4.4. «Ибо нам, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1.12. «Так что мы уже более не рабы, а сыны, не под законом, а под благодатью. Закон рабства кончился, и нам дарован закон свободы. Мы празднуем совершенный покой человеческого естества. Я говорю о дне воскресенья» Святой Иоанн Дамаскин «Изложение православной веры» Глава 23, страница 336. «Ясно, что Христос, нарушая субботу, не отменил четвертые заповеди о дне покоя, а только очистил ее от превратного понимания, какое существовало о ней у евреев, полагавших, что субботний день день совершенного покоя, когда нельзя творить даже дел милосердия и человеколюбия, и подготовил людей к празднованию новозаветнего седьмого дня воскресенья. Таким образом, суббота, как седьмой день в неделе, потеряла для христиан прежнее свое значение, в смысле порядка исчисления дней. И хотя христиане в ряду прочих непраздничных дней отличают субботу более торжественным благослужением и облегчением поста, но как день покоя празднует восьмой день недели, тот великий день, когда воскресеньем Христа обновлен весь мир, когда все человечество освободилось от власти греха и дьявола и навсегда примирилось с Богом. Откуда видно, что суббота заменена воскресеньем? Из пятнадцатой главы Деяния апостолов и из послания апостола Павла к Колоссянам, вторая глава, шестнадцатый стих, христиане из евреев настаивали на том, чтобы христиане из изыскников приняли обрезание и соблюдали закон Моисеев, Деяние пятнадцать один, то есть закон о пище, питье, еврейских праздниках, субботе и прочем, что находится в законе Моисеевом. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела и сделали следующее постановление. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого брения ни боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертенного и крови, и удавленности, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Деяние пятнадцать двадцать четыре. Таким образом, святые апостолы отвергли обрезание и весь обрядовый Моисеем закон с верователем и субботу, ибо не постановили на своем соборе соблюдать ее. Вот почему и святой апостол Паром говорит о субботе следующее. Итак, никто бы не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. «Это есть тень будущего, а тело во Христе» в Колостином 2.16. Здесь еврейская суббота названа тенью, то есть ничего не значащую, бесполезную, ибо слово «тень» в Священном Писании, когда оно говорит о ветхозаветнем законе, означает то, что подлежит отменению. евреям 10.1 и 9. Что должны делать, празднующие еврейскую ветхую субботу? Они должны исполнять не только все заповеди, но и все ветхозаветные постановления, законы, заветы и уставы, ибо все они Господни, и даны евреям навеки, то есть должны праздновать еврейские праздники в субботние дни, праздник опресных, в субботниках марца, праздник кучи, кучки и прочее. Ибо о всех этих усыновлениях Господь сказал, что они Его, и потому должны и время исполнять. Исход 12.1, 24, 16.4, 28, 28. И объявил Он вам завет, который повелел вам исполнять десяти словия, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Старозаконие 4.13. Иступили, взрывтянем, обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписание Его. Иеремия 10.29, Иезекииле 20.11. «Проклят человек, говорит Иеремия, который не послушает слов завета сего, которые я заповедовал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской». Иеремия 11.3. Отсюда ясно, что празднующие субботу должны исполнять весь закон, данный евреям, по выходе их из Египта. А в том законе говорится не об одной субботе, а и об опресноках, о Пасхе, сагнцем и горькими травами, о мазании дверных косяков, кровью, и о прочем, что все субботники должны исполнять, иначе будут прокляты. Еще что обязаны делать субботники? Они должны праздновать каждый седьмой год. Каждый седьмой год они не должны ни пахать, ни сеять, ни жать, ни собирать плодов и винограда. Шесть лет засевай поле твоей, шесть лет обрезай виноград твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Это что само вырастить на жатве своей не жинай, а гроздов не обрезанных лозов твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. Левит двадцать пять три. Нельзя также пользоваться субботником земли в сорок девятые пятидесятые годы. В эти два года земля и должна пустовать. Стих восьмой двенадцатый. Но сектанты седьмые дни празднуют, а седьмые годы не чтут. Невыгодно. Субботники еще должны ежегодно отделять для Господа десятую часть всего дохода от земли, от скота, от птиц, фруктов и фруктов и прочее. Левитам двадцать семь тридцать. Должны также отделять десятую часть годового дохода для содержания своего священства, для своих вожаков, непризнанных лжепресвитеров. Числа двадцать восемь двадцать один. Евреям семь пять. Но они этого часто тоже не делают, ибо это для них невыгодно. в каком положении находится тот, кто в ветхозаветную субботу празднует, а прочий ветхий закон не исполняет. Кто признает только закон о субботе, а всего остального закона Моисеева не исполняет, тот находится под проклятием. Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним. Старозаконе двадцать семь, двадцать шесть. Проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедил отцам вашим, когда вывел их из земли египетской. Еремия 11.3 Все утверждающиеся на делах закона, говорит апостол Павел, находятся под клятвой, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Галатам 3.10 Мы не желаем быть под проклятием Божиим, и потому отвергаем весь обрядовый закон Моисея всего ветхой субботы. Почему мы празднуем новую субботу, то есть день воскресный? Потому что древнее прошло, теперь все новое. 2.10 5.17 Никто учит спаситель к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. И богно прижит и отделет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает та же вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Матвеем 9.16 Еще почему празднуем День Воскресный? День Воскресный празднуем потому еще, что Христос в этот день не только избавил нас от рабства дьяволу, но Сам возвеличил и осветил именно этот, а не другой какой-либо день. И своими явлениями ученикам и другими великими делами об его явлениях читаем воскресший рано в первый день недели. Иисус съедился с пера Марии Магдалине, из которой изгнал Сембезов. Марка 16.9 Во прошло свеже субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Когда же шли они возвестить ученикам его Иисе Иисус встретил их и сказал радуйтесь. И они приступивши ухватились за ноги его и поклонились ему. Марфея 28. В тот же день недели явился Христос двум ученикам шедшим в Маус. Лука 24.13 В тот же первый день недели вечером Христос встретился всем собравшимся ученикам его кроме Фомы Иоанна 20.19 После восьми дней от воскресения от а не после прошествия воскресения следовательно считая в числе восьми дней и день воскресный так как воскресение совершилось весьма рано Марк 16.2 когда было еще темно Иоанна 21 явился Христос всем ученикам Фомой то есть тоже воскресение таким образом своими явлениями Христос осветил и отличил не какой-либо иной день а день воскресения своего в какой день Христос совершил первый раз преномление после своего воскресения в день воскресный в тот же первый день недели когда Клепа и Лука шли в Маус явился с ними то взяв хлеб благословил преломил и подал им тогда открылись у них глаза и они узнали его но он стал невидим для них лука 24 в какой день Христос дал апостолам великое право прощать людям их грехи право переданное им их приемникам служителям церкви в тот же первый день недели стих 19 и слеж сказал вторично мир вам как послал меня отец так и я посылаю вас сказал это думал и говорит примите духа святого кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся Иоанна 20 21 в какой день сошел святой дух на апостолов в день воскресный в книге левицы 23 15 сказано как определять день пятидесятницы отсчитайте себе от первого дня после праздника семь полных недель до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней еврейская пасха в год смерти Христа приходилось в субботу Лука 23 53 следовательно первый день после праздника был в то время первый день недели то есть воскресенье если насчитать начиная с этого дня 50 дней то выйдет что день пятидесятницы когда святые апостолы все были единодушны вместе Деяния 2 1 совпал с воскресеньем как и у нас праздник пятидесятницы или день святой троицы в том же счету всегда приходится в день воскресный в какой день собирались святые апостолы и их ученики для преломления и молитвы в день воскресный явление Христа всем ученикам было в первый день недели когда он наконец явился самим одиннадцать и возлежавшим на вечере Марк 16 то есть на вечере Господней 1 Коринфянам 11-20 в воскресенье мы собрались до преломления с апостолом Павлом ученики его в первый же день недели когда ученики собрались до преломления хлеба Павел намереваясь отправиться в следующий день то есть в понедельник беседовал с ними и продолжил слово до полуночи в горнице где мы собрались было довольны светильников Диане 27 очевидно это было торжественное праздничное собрание с усиленным освящением какой день христиане посвящали делам милости тоже день воскресный при сборе жили святых поступайте так как я установил в церквах галатийских в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду первой коринфянам 16 1 ничего откуда видно что суббота не христианский праздник это видно из причисления евангелистами субботы к праздникам иудейским приближалась пасха иудейская говорит святой Иоанн 2 13 приближался праздник иудейский Иоанн 7 2 после всего был праздник иудейский пишет святой Иоанн начиная свое повествование об исцелении находившееся в болезни 38 лет а потом замечает было же это в день субботний посему иудеи говорили сегодня суббота не должно тебе брать постель Иоанна 5 1 из переведенных мест Евангелия видно что в то время когда оно писалось христианская Пасха и христианский седьмой день недели уже отличались от Пасхи праздников и субботы иудейских ибо не говорил бы святой Евангелии о бывшем субботу празднике праздник иудейский Пасха иудейская а говорил бы наш праздник наша Пасха В какой день было дано святому Иоанну откровение о будущей судьбе мира В воскресенье я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос как бы трудный который говорил я есть альфа и омега первый и последний откровение 1.10 примечание день воскресный как видно это из церковной истории христиане называли еще днем господним и днем солнца разумея под солнцем Христа именуемого солнцем правды днем господним никогда не может быть названа ветхая суббота в которой Христос лежал в гробу а может быть назван только день славы Христа то есть день воскресный а днем господним напоминается в законе императора Валентиниана от 386 года в пояснении названия день солнца говорится который весьма многие имеют обыкновение называть днем господним в законе императора Гонория от 409 года воскресный день называется только днем господним правда ли как говорят субботники что воскресенье христиане стали праздновать только со временем Константина Великого издавшего об этом особый указ в 321 году нет неправда если Константин Великий издал указ о воскресном дне в 321 году то это еще не значит что до этого времени не праздновали воскресного дня Константин Великий издал и указ о том что вера христианская может всеми исповедовать все свободно и открыто но разве это значит что до издания этого указа не было вовсе веры христианской так может говорить только тот кто совсем не знает истории церкви христианской Константин Великий издал указ о воскресном дне чтобы оградить законом святость этого дня от нарушения и оскорбления его язычниками мы имеем свидетельство истории о праздновании христианами воскресного дня гораздо раньше Константина Великого вступившего на престол в 313 году и имеем свидетельство о праздновании воскресного дня даже от самих учеников апостольских история сохранила нам очень интересный рассказ о следующем событии бывшем при жестоком гонителе христиан императоре Диаклитиане царствовавшем раньше Константина Великого он оставил присутствовать в 105 году в городе Карфаген в город привели однажды 49 человек христиан взятых в ближнем городе за участие в общественном богослужении в этой толпе христиан были люди разного звания разного возраста был священник с четырьмя детьми был сановник всеми уважаемый за честность и правдивость были юные девы все были равно обошевлены пламенной верой и любовью к Богу и все с твердостью вытерпели мучения славя и благодаря Бога и молясь за мучителей своих господи помилуй их воскресал один из мучеников благодарю тебя господи господи даруй нам терпение освободи служителей твоих от рабства миру ты наша надежда боже всевышний боже всесильный судья убеждал христиан открыть место где хранится у них священное писание оно у нас в сердце отвечали некоторые предали их истязанием судья убеждал христиан отречься и тем спасти жизнь свою но они все единодушно отвечали мы христиане и до последней капли крови сохраним заповеди Бога нашего я не спрашиваю тебя христианин ли ты сказал судья одному из мучеников а спрашиваю присутся ли ты при богослужении праздновали день воскресный да отвечал тот мы празднули день воскресный со всевозможным торжеством мы не пропускали ни одного воскресного дня без чтения священного писания этот ответ так раздражил судью что по повелению его отвечавший был замучен до смерти был ли ты при воскресном богослужении спросил судья у ампелия хранителя священных книг был вместе с братьями праздновал воскресение имея священные книги они в сердце моем другой юный христианин не дождавшись вопроса воскликнул день воскресный радость христианина я присутствовал с братьями при богослужении ибо я христианин я праздновал день воскресный ибо я христианин да будет это известно я христианин воскреснул третий после имени самого Иисуса Христа это священнейшее из всех названий я имею священные книги вырви их из сердца моего между мучениками был ребенок сын священника Сатурнина и он воскрикнул с твердостью и я был при богослужении в воскресенье был прям добровольно после этого все христиане преданы были тяжким мукам все они умерли в ужасных страданиях но ни один из них не отрекся предмучителями ни от Христа ни от Евангелия ни от воскресного дня вот как христиане и для Константина Великого чтили воскресный день из других свидетелей о почитании христианами воскресного дня раньше Константина Великого можно указать на отцов учителей церкви живших гораздо раньше царствования равнопостольного Константина спутник апостола Павла апостол Барнава говоря об отмене субботы пишет в своем послании мы проводим в радости восьмой день в который и Иисус воскрес из мертвых писание мужей апостольских посланий святого апостола Варнава глава пятнадцатая страница сорок восьмая святой Игнатий богоносец ученик апостола Иоанна богослова за имя Христова предан язычниками на растерзание зверя в сто седьмом году в своем послании к магнозийцам пишет итак жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали но жили жизнью воскресения нелепо призывать Иисуса Христа а жить по-иудейски послание Игнатия богоносца страница 282 Святой Ему Сим Мученик пишет о воскресном дне так называемый день солнца то есть воскресный день бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам и читается сколько позволяет время сказания апостолов или писания пророков в день же солнца мы все вообще делаем собрание потому что это есть первый день в который бог изменивший мрак и вещество сотворил мир и Иисус Христос Спаситель наш в тот же день воскрес из мертвых апология первого императора Антонина глава 67 страница 98 об отмене субботы он говорит так если до Авраама не было нужды в обрезании а до Моисея в субботе в праздниках и приношениях то и имени когда по воле отца сын Божий Иисус Христос родился без греха от девы из рода Авраама также нет в них нужды его же разговор с рифоном глава 23 страница 170 если обрезание учит еще святой Иустин началось с Авраама а суббота жертвы приношения и праздники со времен Моисея и доказано что они установлены по жестокосердию вашего народа то все это должно было прекратиться с пришествием Сына Божия Христа там же глава 43 страница 199 Тартулиан говорит мы совершенно отвергаем иудейские праздники Бог дал первоначально сей закон говорит он на субботе не для того чтобы он исполнялся вечно глава 4 против иудея страница 179 в правилах святых апостолов мы находим следующее указание на день воскресный аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день господень или в субботу кроме единое токмо кроме одной великой субботы перед пасхой да будет извержен если же мирянин да будет отлучен правила святых апостолов 64 в книге учения 12 апостолов читаем в день господень собравшись вместе преломите хлеб и благодарите глава 15 в книге постановления святых апостолов говорится о дне воскресном следующее в день воскресения господне то есть в день господень собирайтесь постоянно благодаря богу исповедуя чем облагодетельствовал вас бог через христа сходите в здание господне в день воскресения господне то есть в день господень воссылать хвалу богу сотворившему все через Иисуса и пославшему его к нам попустившему его пострадать и воскресившему его из мертвых ибо чем оправдывается пред богом тот кто не ходит слушать спасительное слово о воскресении в такой день когда и три моления совершаем стоя в память воскресшего в день третий день и когда бывает чтение пророков и евангелия и приношение жертвы и дары священной снеди в день Господень пусть пребывает в церкви ради учения благочестия он имеет образ воскресения и есть воспоминания воскресения постановление апостольское страница 221 225 293 и так мы видим что день воскресный праздновался гораздо раньше Константина Великого что это день чтили христиане еще апостольских времен святой пилотар архиепископ Александрий умершем ученической смертью в 311 году пишет воскресный день мы провожаем как день радости ради воскресшего в тот день правила святого Петра архиепископ Александрий 15 Ладитийский собор бывший в 324 году повелевает не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать но делать им в этот день работать а день воскресный преимущественно праздновать если могут как христианам если же найдутся иудействующие да будут анафема отлучены от Христа правила 29 об обязательном почитании воскресного не говорит также правила первого двадцатого и шестого девяностого вселенских соборов в голове вселенского собора есть голос предстоятеля всей христовой церкви о которой сам спаситель сказал кто не послушает церкви будет тебе как язычник и мытарь матсея 18 17 подумай заблудший что празднуя еврейскую субботу ты напрасно гоняешься за тенью желая почитанием субботу угодить Богу ты оскорбляешь воскресшего Христа унижаешь преславное его воскресение а отделяясь из-за субботы от Христовой церкви навеки губишь свою грешную душу ибо если кто и подвизается учит апостол Павел не увенчивается если незаконно будет подвизаться 2 Тимофея 2.5 о душе человеческой и ее духовной природе и сознательном состоянии после смерти человека и создал Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание и жизни и стал человек душою живою бытие 2.7 и возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который и дал его Экклесиаст 12.7 Бог не есть Бог мертвых но живых ибо у него все живы Бука 20.38 весь видимый и невидимый мир небо земля люди и бесплотные духи созданы единым творцом всемогущим Богом и венцом всех Божьих творений владыкой всего существующего на земле поставлен человек бытие 1.28 созданы совершенно иначе чем все прочие живые твари животным по повелению Божия животных произвела вода и земля бытие 1.20 25 а человека создал сам Бог по образу и по подобию своему дам ему живую душу почему человек состоит из двух начал из тела и души и сотворил Бог человека говорится в Святой Библии по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил и создал Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живою из этих слов Священного Писания видно превосходство человека над животными и отличие от них по разумной душе а также и то что если тело человека создано из земли то душа и сотворена совсем иным способом божеским дуновением почему тело и душа совершенно различные составные части человека хотя и соединены вместе что душа или дух человека начало самостоятельное и отличное от тела это это ясно видно из многих мест священного Писания экклесиас так например говорит о смерти человека и возвратится право в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который и дал его 12.7 апостолу якобы учатся душой и теле человека тело без духа мертвого 2.26 значит душа оживотворяет тело мы желаем говорит апостол Павел лучше выйти из тела и во дворице у Господа 2.5.1.9 после смерти человека душа его живет разумною сознательной жизнью что видно например из того что давно умерший Моисей в старозаконе 3.4.5 и или я взятый с телом на небо беседует с Христом во время преображения его на горе Фаворе Бока 9.28 умерший первосвященник Ония и пророк Иеремия молятся о народе иудейском 2.5.15 12 умерший богач просит помощи у Авраама себе и живым на земле братьям своим Лука 16.19 находящиеся в аду души ветхозаветных людей слушают проповедь явившегося им спасителя мира 1.5.3.18 а умышшие святые окружают на небе престол бога и поклоняются и поют ему новую песнь Откровение 5.8.7.9 Так учат священное писание души человека как имеющие самостоятельное тело происхождение как о живущей сознательной разумной жизни после смерти Но как во времена святых апостолов были еретики отрицавшие воскресение мертвых и учившие что душа человека погибает вместе с телом его 1.15.12 Так и теперь появились лжеучители вышедшие из секты баптистов худое дерево дает и плоды худые так называемые адвентисты из которых одни ложно учат что души людей погибают вместе с их телами а другие что они после смерти людей находятся в бессознательном состоянии как бы спят до всеобщего воскресения и суда над всем миром однако как увидим это языческое учение адвентистов ясно обличается святым словом божиим и учением святых отцов церкви душа человека как и душа животного это кровь его а так как кровь разлагается и разрушается вместе с телом то следовательно вместе с телом уничтожается и душа об этом святом писании читаем книги Левит 17 глава 14 стиха душа всякого тела есть кровь его она душа его потому я сказал сынам израилам не есть и крови нет какого тела потому что душа всякого тела есть кровь его всяких будет есть ее истребиться строго наблюдай чтобы не есть кровь потому что кровь есть душа не ешь души вместе с телом старозаконие 12 23 все движущееся что жилет и будет будет вам в пищу только плоти с душою с кровью не ешьте тело человека без крови умирает и человеческая душа перестает без нее жить в теле таким образом кровь человека не есть душа его а как бы седалище души то посредствующее начало через которое душа поддерживает свою связь с телом человека каждого творяет его тело что душа и тело человека два самостоятельные начала это видно во первых из образа сотворения их и создал господь бог человека из праха земного и вдумал лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой бытие 27 то есть тело человека создано из земли а душа сотворена дознавением божеским почему тело по природе своей вещественно а душа духовно тело есть частица земли а душа частица божества тело зимое а душа небесного происхождения поэтому она не одно и то же что кровь или тело человека во вторых из священном писании ветхого и нового заветов мы видим что душа есть особое самостоятельное начало по отношению к телу и возвратится прах в землю говорит экклесиаст а дух возвратится к богу который дал его 12.7 об авраме говорится в писании что он умер в старости доброй и приложился к народу своему бутей 25.8 то есть к предкам его и молисею говорит господь зайди на гору сию аварим на гору него и приложись к народу своему как умер аарон брат твой на горе ор и приложился к народу своему в старозаконе 32.49 но известно что аварам погребен в земле ханаанской а предки его исключая фары умерли и погребены были в земле месопатамской и халдейской моисей же умер на горе аварим находящейся в земле маавитской аарон на горе ор в аравии а предки их обоих умерли в земле халдейской и ханаанской следовательно авраам моисей и аарон предложили к народу своему не телами а душами своими с печалью говорит патриарх яков сойду к сыну моему в преисподнюю бытие 37.35 братья иосифа уверили отца что его сын растерзан с зверями поэтому говоря сойду яков разумел не тело свою а душу а словами в преисподнюю он был в свою веру в существование особого места для душ умерших где тело иосифа растерзанное как думал яков с зверями не могло быть не бойтесь учить христос убивающих тело души же души же не могущих убить патриарх 10.28 показывая этим различия по природам души и тела что тело и душа они одно и то же это видно из слов святого апостола Павла плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся галатам 5.17 в риме 7 глава тело без духа мертво говорит апостол яков из привиденных и многих других мест священного писания исаев 38.12 бытие 35.18 тавита 3.8 марка 14.38 2 коризм 5.1 и другое мы видим что тело следовательно и составная часть его кровь одно и одно а душа или дух человека совсем другое самостоятельное отличное от него и по происхождению и по природе начало святой Иоанн Златоуст объясняет 5 стих 9 главы бытия учит что же душа человека в крови нет не это хочет сказать бог но выразился так по обычаю человеческому как если бы один человек сказал другому я держу в руках моих твою кровь вместо имея власть умертвить тебя а что душа человеческая не заключается в крови об этом послушай Христа который говорит не убойтесь убивающих тела души же не могущих убить Матфея 18.28 Иоанн Златоуст том 4 страница 277 что касается сравнение душ животных и людей то хотя Слово Божие приписывает души тем и другим но различает их тоже и по образу происхождения и по их природе душа животных вместе с телом произошла из земли и сказал Бог да произведет вода пресмыкающихся душу живую да произведет земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных Бузия 1.20 душа человека как мы уже видели создана с дуновением Божиим имеет не земное а небесное происхождение и создал Господь Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою Бытие 2.7 сравни премудрость Соломона 15.11 вот почему если священное писание называет душу человека одним и тем же словом душа по-еврейски нетеш то по отношению к человеку она употребляет его только для обозначения низших сторон духовной жизни человека ума, памяти, знания, воли чем обладают и животные но когда Слово Божие говорит о душе человека указывая на высшую ее духовную природу обладающую разумом, верою, бессмертием тогда она называет его другим словом дух по-еврейски руах какое Слово за исключением одного лишь Раза и Кристиансам 3.21 никогда не употребляется в Писании, когда говорится о душе животных в Священном Писании одним и тем же словом иногда обозначаются совершенно различные понятия и предметы как например Слово Крест обозначает и видимый вещественный Крест и страдания в Матфея 14.24 Слово Чаша обозначает и сосуд и тоже страдания в Матфея 20.22 Слово Церковь обозначает и общество верующих в Матфея 18.17 и храм 1 Комиссия 11.18.22 и тому подобное Адвентистам нужно помнить, что Слово Божие называет душою духовную природу не только человека, но и Бога Он тверд говорит Ева о Боге и кто отклонит его, он делает, что хочет душа его 23.13 Господь, говорит в Матфея, испытывает праведного, нечестивого, любящего на силе, ненавидит душа его Псалом 10.5 Смотри, Судий 10.16, Иеремия 5.9 Нелепо и кощунственно было бы на основании одинакового слова, обозначающего духовную природу человека и Бога утверждать, что одинаковое существо и достоинство этой природы в тваре и ее творце равным образом нелепо на основании того, что иногда духовная природа животного человека называется в Священном Писании одним и тем же словом душа утверждать, что душа человека, как и душа животных, одинаковы что она в крови его и потому уничтожена это противоречило бы всем приведенным нами местам Священного Писания что душа человека не духовна, а телесной природы об этом говорят места Писания, где говорится о душе, что ее можно съесть что она сама хочет есть вот числа 11 глава 6 стих ныне душа наша изливает нет ничего, только манна в глазах наших можно ее искать и уловить 1 царство 24-12 ищешь души моей, говорит Давид Саулу собираются и притаиваются наблюдают за моими пятами, говорит о воргах своих Давид, чтобы уловить душу мою Псалом 55 душа умирает да умрет душа моя, со смертью праведников, говорит Валаан Тихо 23-10 что наконец мужа душу убить и истребить проклят, что берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную второзаконие 27-25 а не обрезанное мужское поло говорится истребится душа та из народа своего в бытие 17-14 как в ветхом завете говорится нищий рабный умер Иисуса Новина 1 глава 2 стих так и в моем завете сказано умер нищий, умер богач Луки 16-22 Лазарь умер Иоанна 11-14 Мертвые во Христе воскреснут прежде 1 Писалоникийцам 4-16 Отцы наши Иоанна в пустыне и умерли Иоанна 6-49 то есть говорится, что люди целиком умирают и телом и душой мы уже объяснили что слова священного писания кровь есть душа, не ешь души с мясом а относятся не к душе человека а к душе животных ибо нигде в писании душа человека не называется кровью нигде не говорится что душа человека в крови это выдумка адвентистов напротив многие места священного писания и ветх войного заветов говорят о душе человека как самостоятельном независимым по своему происхождению и образу создания в начале имеющим не земное а небесное происхождение и духовную природу Птие 2-7 Крисиация 12-7 Отфея 2-10-28 Поэтому выражения в писании говорящие, что душа хочет есть что ее можно искать уловить что она умирает и тому подобное нужно относить не к духовной природе человека, а к его телу в котором в течение земной жизни душа так тесно соединена что составляет с ним одно духовно-телесное существо такие выражения нужно понимать в иносказательном смысле ведь нельзя же в буквальном смысле понимать такие например разрешения священного писания возлюбленный мой повернулся и ушел души во мне не стало когда он говорил песнь 5-6 или Дух Божий в ноздрях моих Евы 27-3 Богу в священном писании приписывают члены человеческого тела руки Салонсо 17-73 Лука 23-46 Ноги Исайя 60-13 1-я Каринфян 15-25 Очи и уши Отче Господне обращены к праведным и уши его к молитве их 1-я Петра 3-12 Евы 27-3 4-я Царств 19-28 Другие А Боги говорится что она обоняет приносимые ему жертвы Наблюдайте что в приношение мое хлеб мой в жертву мне в приятное благоухание мне приносимо было мне в свое время Число 28-2 Но кто кто из адвентинистов на основании приводимых мест Священного Писания станет утверждать что Бог высочайший Дух имеет телесную природу и обладает членами тела так думали только язычники о своих богах так же точно нелепо на основании иносказательных выражений о душе человека встречающихся в Священном Писании утверждать что она вместе с телом человека нуждается в пище что ее можно уловить убить истребить как какую-нибудь вещь его душа человека по природе своей тоже Дух из многих мест Священного Писания о которых говорится что душу человека убить или истребить нельзя ибо она духовна и бессмертна приведем пока слова Спасителя не бойтесь убивающих тела душу же не могущих убить бог не есть бог мертвых но живых ибо у него все живы Лука 20 38 и этих слов Христа достаточно чтобы совершенно проверить лжеучение адвентистов об уничтожимости души очевидно что слова убить душу истребиться душа из народа своего умер лазер умер моисей и тому подобное говорят о смерти земного вещественного тела а не небесной по природе духовной души человека если душа не умирает вместе с телом то все таки она находится в бессознательном состоянии до всеобщего воскресения людей почему напрасно молитвы об умерших напрасно и обращение с молитвами к святым об их ходатайстве за нас пред богом они ничего не понимают не слышат и даже не чувствуют о душах умерших сказано и любовь их и ненависть их уже исчезли и нет им больше счастья ни в чем что делается под солнцем все что может рука твоя делать по силам делай потому что в могиле куда ты пойдешь нет ни работы ни размышления ни знания ни мудрости Экклесиаст 9, 5, 10 выходит дух его человека и он возвращается в землю в тот день исчезают все помышления его псалм 145 приводимые сектантами слова Экклесиаста сказаны им как человеком сомневающимся в вере искавшим счастье и смысл жизни только в том что на земле под солнцем думавшим о безразличном состоянии мертвых в Шиоле и не имевших христианского знания о состоянии за гробом душ умерших и будущем их воскресения из мертвых находясь в таком безрелигиозном состоянии Экклесиаст и полагал что с разрушением тело душа человека теряет всякую разумную жизнь и сознание находясь в состоянии беспробудного сна но когда Экклесиаст разочаровавшись во всех земных удовольствиях и надеждах почувствовал веру в Бога и надежду на промысл его он сказал о душе умирающего человека уже совсем иное возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который дал его Экклесиаст 12.7 души людей после их смерти не теряют сознание не спят бессознательной жизнью а живут жизнью совершенно сознательную разумную так Авраам и Лазарь не спят а беседуют между собой Лука 16 глава как не спали беспробудно беседовавшие со Христом на фаворе давно умершие Моисей и Илья взятые живым на небо не спали души ветхозаветних людей находящихся в темнице и послушали проповедь Евангелия проповеданную им Христом 1 Петра 3.18 не спят не спать а жить с ним обещал Христос и покаявшимся на кресте разбойнику когда сказал ему ныне же будешь со мною в раю Лука 23.43 2 Петра находится в сознательном состоянии все святые которые окружают на небе престол Божий поклоняется живущему во веки веков и поет ему новые песни Откровение 5.8.7.9.11.16 Говорить после приведенных мест священного Писания что души умных спят и находятся в бессознательном состоянии это значит не верить свидетельству самого священного Писания Святой Ян Златоуст объясняет приводимые сектантами слова Писания 145 Псалма учит что под словами исчезают все помышления его нужно разуметь помышления о земной жизни и различные обещания людей сильных которые пропадают в день их смерти не будучи исполненными и возвратиться говорит пророк в землю свою и если он погибает то тем более обещания его потому пророк и прибавляет в тот день погибнут все помышления его выражая что не только обещания его не достигнут исполнения но погибнут и сам обещающий сочинение святого творения Святого Яна Златоуста на Псалмы том 5 страница 531 если бы смерть говорит Святой Иустин мученик вела в состояние бесчувствия то это было бы выгодно для всех злодеев Иустин страница 48 Апология 1 пункт 17 Человек если и живет после смерти сознательной жизни то только духом а не душою ибо человек состоит из трех начал тело души и духа дух и возвращается к Богу а душа прогибает вместе с телом посланник Евреям 4.12 Слово Божие Дух и Душа обозначает одну и ту же духовную природу в человеке и употребляется в Писании одно вместо другого а смерть Иерахили жены Якова так говорится и когда выходила из нее душа и она умирала то нарекла ему имя Бенони но отец назвал его Вениамином Бытие 35.18 и спустили сах дух и умер и приложился к народу своему стих 29 Безумный говорит бог богачу всю ночь душу твою возьмут у тебя Лука 12.20 О смерти сапиры вдруг она упала у ног его апостола Павла и спустила дух Яни 5.10 Предкрестными страданиями Христос говорит душа моя скорбит смертельно Матфей 26.38 А на кресте говорит последние слова Отче в руки твои предаю дух мой Лука 23.46 Если различаются в Священном Писании душа и дух то не как отдельные самостоятельные в человеке начало а как две стороны или две силы одной и той же духовной природы его именно словом душа обозначается низшая сторона души направленная на отношение ее к внешнему чувственному миру а словом дух называется более внутренне высшая сторона одной и той же человеческой души направленной к познанию Бога себя самой и мира духовного Сочинение Святого Юстина Апология 1.17 стр.48 На это есть указание апостола Павла который учит душевный человек не принимает того что от Духа Божия потому что он почитает сие безумием и не может разуметь потому что всем надо судить духовно но духовный судит со всем 1.14 1.14 как душевный человек будучи возрожден благодатью святого Духа может сделать духовным и служить Богу в обновлении Духа римлянам 7.6 так и духовный может лишиться благодати Божией и не зайти на степень плотского может начав Духом окончить плоти галатам 3.3 Духовный говорит святой на Златолу знает все необходимое для спасения и то какое понесет наказание человек душевный в жизни и будущей и то чем будет наслаждаться верующий переселившись отсюда а душевный не знает ничего такого так как человек душевный не может знать предметов божественных творение Златолуста на 1 Коринфянам 10-й том страница 67-я о том что дух и душа одно и то же что человек состоит из двух а не трех природ свидетельствует нам и наше самосознание ибо мы сознаем себя состоящими только из двух начал телесной и духовной природы а не из трех начал душа сознает себя и проявляет себя проявляет свою жизнь посредством органов тела мозг сердце следовательно со смертью тела душа лишается орудия самосознания и деятельности почему по смерти человека сознательная жизнь прекращается до тех пор пока человек не воскреснет и она снова соединиться с ним подобное рассуждение совершенно не согласно со словом божиим ибо оно ясно говорит нам о том что жизнь души возможно и вне тела возможно и без него примеры чему мы уже приводили говоря о беседе после смерти богача с авраамом о беседе со христом на горе фаворе давно умершего моисея и взятого на небо живым или и о проповеди христа душами тхозаветних людей находившимся в темнице до пришествия к ним воскресшего христа и о поклонении богу и прославлении его святыми окружающими на небе престол божий ангелами и святыми угодниками божьими откровение 5 8 6 9 11 7 7 9 Каким образом тела без душ услышат глаз Сына Божия при воскресении из мертвых? Услышат силы всемогущего Бога который в то время снова соединит души с воскресшим телом как услышал например четырехдневный умерший и уже смердевший лазарь слова Христа Спасителя лазарь иди вон и вышел умерший обитый по рукам и ногам погребальными пеленами Иоанн 11 43 Как услышала и умершая Тавифа воскресившего ее апостола Петра Тавифа встань и она открыла глаза свои и увидевши Петра села Иоанн 9 40 Как узнали о воскресении Христа святые божьи люди о чем говорится горобы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой град и явились многим Матфея 27 51 Одинаково ли созданы первый человек и животные нет не одинаково животные по повелению божьей произвела из себя вода и земля а человека создал сам Бог по образу и по подобию своему дав ему живую разумную душу а сотворение а сотворение животных читаем библии да произведет вода приснукающихся душу живую да произведет земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных бытие 1.20 а сотворение же человека читаем и сказал Бог сотворен человека по образу нашему и по подобию нашему и да владыществуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над зверями и над скотами и над всей землей и над всеми градами присмыкающимися по земле и сотворил Бог человека по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их и благословил их бытие 1.20.28 из чего и как создан человек Бог создал человека из земли и вдумал в него дыхание жизни или живую душу почему человек состоит из двух природ телесной земной и духовной небесной то есть из тела и души из вышеприведенных не священного писания видно как превосходство человека над животными и отличие от них по разумной душе так и то что тело человека создано из земли а душа сотворена совсем другим способом божеским дуновением почему тело и душа совершенно различные самостоятельные составные части человека откуда видно что душа человека самостоятельная совершенно отличная от тела начало это видно из многих мест священного писания и клесят говорит так о смерти человека двенадцать семь и возвратится праг в землю чем он и был а дух возвратится к богу который и дал его благочестивый царь языки ожидая смерти так молился богу жилище мое то есть тело снимается с места и уносится от меня как шалаш пастушеский я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою он отрежет меня от основы то есть от тела день и ночь я ждал что ты пошлешь мне кончину писания тридцать восемь двенадцать оттуда видно что как шалаш для пастуха так тело для души временное жилище и что душа так распоряжается телом как ткач своей основы та и просит бога твори со мной что тебе благоугодно и повели взять дух мой чтобы я разрешился и обратился в землю три шесть сам христос случил не не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить вообще десять двадцать восемь от того душу и нельзя убить что она бессмертна о теле и душе он говорит дух бодр а плоть немощна марком марка 14 марка 14 38 покаявшемуся разбойнику христос сказал истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю понятно что в день смерти христа разбойник был с ним в раю не телом которое предано было в тот же день земле ян 19 31 а душою здесь адвентисты идут на перестановку знаков припинания чтобы подделать священное описание под свое вжелучение и говорят так здесь нужно считать следующим образом истинно говорю тебе ныне то есть запятую перекину через слово ныне будешь со мною в раю то есть будешь когда то апостол Яков учит о теле тело без духа мертвого Яков 2 26 значит оживотворяет тело душа апостол Павел говорит знаем что когда земной наш дом сия хижина то есть тело разрушится мы имеем от Бога жилище на небесах дом нерукотворенный вечный и так как знаем что водворяется в теле мы устранены от Господа то мы благодушиствуем и мы желаем лучше выйти из тела и во двори все у Господа 2 коринфянам 5 1 9 для меня жизнь Христос и смерть приобретения если жизнь во плоти доставляет плод своему делу то не знаю что избрать влечет меня то и другое имея желание разрешиться и быть со Христом потому что это несравненно лучше а оставаться во плоти нужнее для вас переписываем 1 21 то есть нужнее для того чтобы приносить плод своему делу по теме и душе апостол Павел учил что они настолько противоположны друг другу что часто воюют один против другого его плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся Галатам 5 17 римлян 7 глава в членах моих говорит апостол Павел вижу иной закон противоборствующий законному мамы и его делающий меня пленником закона греховного находящегося в членах моих бедный я человек кто избавит меня от всего тела смерти в римлянном 7 23 святой первомученик Стефан пробиваемый камнями молился Господи Иисусе прими дух мой деяние 7 59 из приведенных мне священного писания ясно видно что душа отдельное начало от тела и как бессмертная живет и после его разрушения откуда видно что души людей после их смерти не спят беспробудно а бодрствуют живя сознательной жизнью из многих мест священного писания спаситель в притче об умершем богаче и лазере говорит о страдании первого в аду и блаженстве второго на лоне авраама из этой всем известной притче видно что и по смерти люди живут сознательной жизнью блаженствуют или страдают говорят друг с другом молятся заботятся об участи ближних своих они спят беспробудно как ложно учат адвентисты о преображении господне мы читаем евангелие следующее взяв петра и анна и якова зашел он на гору помолиться и когда молился вид лица его изменился и одежда его стала белой блистающей и вот два мужа беседовались с ним которые были Моисей и Илья явившись во славе они говорили об исходе его которое ему надлежало совершить в Иерусалиме Лука 9 28 давно умерший Моисей старозаконие 34 5 и взятый живым на небо Илья беседует со Христом о предстоящих его страданиях чего они не могли бы сделать если бы спали на небе беспробудным сном Спаситель говорит нам Бог не есть Бог мертвых но живых ибо у него все живы апостол Петр учит Христос быв умиршлен по плоти но ожив духом находящимся в темницах то есть в аду духом Сашет проповедовал 1 Петра 3.18.21 то есть проповедовал веру в себя как спасителя мира Риме 10.14 Очевидно находящиеся в темнице не спали беспробудным сном а жили сознательной жизнью иначе не слыхали бы и проповеди Христовой что наши святые бодрствы живут на небе сознательно разумной жизнью это видно из Откровения где говорится что они окружают на небе престол Божий поклоняются Богу воспевают и прославляют его тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои и пред престолом говоря достоин ты Господи приять славу и честь и силу ибо ты сотворил все и все под твоей волей существует и сотворено Откровение 4.10 и когда он взял книгу тогда 4 животных и 24 старца палят пред агнцем имея каждые гумусы и золотые чаши полные фимиама которая суть молитвы святых и поют новую песнь говоря достоин ты взять книгу и снять с нее печати ибо ты был заклон и крови своей искупил нас Богу от всякого колена и языка и народа и племени Откровение 5.8 Об особенном происхождении души человеческой и отличии ее природы сравнительно с телом учили все святые отцы церкви от первых веков ее существования юстин ученик в беседе с вифоном евдеянином говорит что тело человека свою природу имеет из земного вещества а не от Бога душа напротив от Бога есть дыхание божества тело говорит он по отношению к душе есть то же что жилище по отношению к жильцу а воскресенье пункт 10 страница 482 Афина горучит что душа не плоти кровь как тело а есть чистый дух что ей свойственно управлять телесными стремлениями том 3 страница 203 епископа Сильвестра Святой Ирине Лимонский говорит тело подобно орудию а душа занимает место художника Тартулиан Ориген и лактанцы тоже учат о душе как в совершенно ином сравнительно с телом в начале совершенно иной духовной а не телесной природе Святой Афанасий Великий особенно ясно учат о различии телесной и духовной природы в человеке всякий говорит он кто только друг истины должен осознать о том что ум человеческий не одно и то же с телесными чувствами потому что он как нечто иное является судьей самих чувств если чувства бывают чем-либо предзнаняты то ум обсуждает и пересуживает это указывая чувством на лучшее дело глаза только видеть ушей и слышать уст внушать назре принимать в себя запах рук касаться но рассудить что должно видеть и слышать до чего должно касаться что вкушать и обонять не дело уже чувств а судить об этом уже душа и ее разум чтобы видеть это в подобии можно взять для употребления хорошо настроенную лиру и следующего музыканта у которого она в руках каждая струна в лире имеет свой звук то густой то тонкий то средний то пронзительный то какой-либо другой но судить об их согласии и определять их встроенный лад никто не может кроме одного знатока потому что в них только тогда сказывается согласие и гармонический строй когда держащий в руках лиру ударит по струнам и нервно коснется каждой из них подобно чему бывает и с чувствами настроенными в теле как лира когда управляет ими сведущий разум ибо тогда душа обслуживает и сознает что производит или не говоря о различии души и тела святой афанасий рассуждает тогда как человек часто телом лежит на земле умом мыслит о небесном и его созерцает тело по природе смертно почему же человек рассуждает о бессмертии нередко из любви к добродетели сам навлекает на себя смерть тело так же временно почему же человек представляет себе вечное и устремляясь к нему пренеберегая тем что у него под ногами тело само о себе не помыслит ничего подобного необходимо поэтому быть чем-либо другому быть чему-либо другому что помышляло об противоположном и неестественном телу тело не само себя побуждает их деятельности а побуждается и приводится в движение другим душою подобно тому как и конь не сам собой управляется правящим им том 3 страница 207 а человеке как в двухсоставном существе усят многие святые отцы церкви Кирилл Иерусалинский Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоуст и другие особенно ясно об этом учит блаженный Феодорит который опровергает ересь Аполлинария говорит по учению Аполлинария человеке три составные части тела душа животная и душа разумная которую он называет умом на Божественное Писание признает только одну душу а не две что ясно показывает историю сотворения первого человека Божественное Писание не на трое деле человека оно говорит что живое сие существо состоит из души и тела Бог создал тело из персии вдумал в него душу и тем показал что в человеке два естества а не три сейчас первая страница 337 Блаженный Теодорит сравнивает тело человека с музыкальным инструментом а душу с музыкантом в том 6 страница 37 Геннадий Массалийский пишет мы не утверждаем будто в одном человеке есть две души как пишут Яков и другие совопросники сирийские одна душевная которая одушевляет тело и смешанность крови а другая духовная управляющая разумом но говорим что только одна душа в человеке которая оживляет тело своим соединением с ним и располагает сама собой по своему разуму имея в себе свободную волю избирать мыслью что захочет человек состоит только из двух частей из души и тела дух не есть третья часть в составе человека как думает дедин но дух есть самая душа по ее духовной природе помни христианин высокое свое происхождение по телу ты созданных земли но душа твоего происхождения небесного она частица божества дуновение самого бога отблеск неизвеченные его славы создано по образу и по подобию божию не забывай а всегда помни о горней твоей родине и стремись вечной обители твоего создателя где христом искупителем приготовлены венцы правды всем возлюбившим явления его во втором пришествии христа кончине мира всеобщем суде и новой вечной жизни праведных и грешных одни же в том часе никто не знает ни ангелы небесные а только отец мой один матфея 24 36 бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа который приедет сын человеческий 25 13 он же сказал им не ваше дело знать времена и сроки которые отец положил в своей власти деяния 1 7 человек стремится не только изучать прошлое и исследовать настоящее но и заглядывать мыслью в далекое будущее особенно если это будущее имеет для него большое значение а что может быть важнее для человека как вопрос о последних судьбах мира и его самого вот почему неудивительно что от самых терых времен христианства и до нашего времени люди часто задавали и теперь задают себе такой тревожащий их душу вопрос когда будет второе пришествие христа и конец мира и несмотря на ясные слова христа что одни же том участие никто не знает не ангелы небесные только отец мой один пытаются одни угадать а другие даже определить точное время второе пришествие спасителей судьи мира забывая мудрые слова через меру трудную для тебя не ищи и что свыше сил твоих того не испытывай серах 3 21 действительно на протяжении многих веков христианства и даже в наше время мы видим неоднократные но напрасные усилия решить вопрос когда будет второе пришествие Христа так еще во времена святых апостолов были люди учившие о скором пришествии Христа и даже посылавшие об этом христианам подложные послания писаные будто бы самими апостолами относительно чего апостол Павел предостерегался соломи кийцев такими словами молим молим вас братья пришествии господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа ни от слова ни от послания как бы нами посланного будто уже наступает день Христов второй фессалоникийцем 2 1 Несмотря на предостережение апостола Павла христиане впоследствии особенно во время жестоких гонений от язычников не раз ожидали скорого пришествия Христа и конца мира это же не раз случалось и среди наших раскольников и сектантов так например в царстве Петра Великого наши раскольники жгли себя живьем думая что Петр первый вводивший новое западноевропейские обычаи и преобразование в жизнь русского народа антихрист явившийся на землю предкончиной мира в 1832 году таврический сектант ожидая явления Христа распродали все свое имущество и целыми селами пошли в Закавказье встречать на горе Христа но обманутые своими вожаками и разоренно вернулись ни с чем домой в 1864 году молока не секты общих жившие в селе Карабулах ныне Корягина на Кавказе тоже распродали за бесценок свои хаты и даже хлеб на корне и предводительствами своим вожаком морозом в ожидании кончины мира пошли со своими женами и детьми в село Николаевское Ленкаранского уезда за 150 верст от Карабулах встречать Христа грядущего судить мир но Христа не дождались и возвратились домой совершенно нищими сделавшись большой обузой для местного общества за Кавказский духобор ожидали конца мира 29 июня 1895 года когда по их мысли должен был явиться с неба вожак их Петр Холмыков причем весь Кавказ должен был сгореть а на его месте должно было устроиться духоборческое царство но Кавказ как стоял прежде так и стоит и слава Богу и теперь а Кавказ все еще Кавказ не видно духобором с неба у нас в Херсонской губернии в 1897 году возле города Террасполя в Терновском хуторах раскольник Федор Ковалев по случаю всей российской переписи ожидая на Рождество вместе с другими раскольниками явление антихриста и конец мира живьем он закопал в погребах двадцать пять мужчин женщин и детей в том числе свою молодую жену и двух малых ребят потом он сознал свое ужасное заблуждение принял православие но и теперь гнетет его мысль о тяжком преступлении в 1899 году 1 ноября сектанты малеванцы ожидали в Киевской губернии кончины мира и пришествие с неба их вожака кондора малеванного но он не явился что впрочем не образумило их в 1902 году в село Петраострове или Советгородского уезда малеванцы назначили второе пришествие малеванного на 2 марта в ожидании страшного суда сектанты выгнали свой скот в поле выбросили из домов деньги имущество перестали есть и даже детей кормить пока не прошло второе число марта когда они увидели как жестоко были обмануты своими лжепророками в 1909 году крестьяне села Марьинского Черстонского уезда под влиянием пропади крестьянина Екатеринославской губернии Василий Горобца поселившийся в городе Никополе стали продавать свои имущества даже на дело и переселять их к нему в устроенный в Никополе монастырь где по словам Горобца должен явиться отец Иоанн Кронштадтский для суда над миром сперва Горобец назначил кончину мира на 20 число мая потом на 15 августа наконец на 1 января 1910 года Но страшного суда не произошло крестьяне в числе семей семейства разорились до нитки зато Горобец выстроил на счет обманутых простецов двухэтажный дом в Никополе и было бы гораздо больше обиженных Горобцом людей если бы не вовремя образумевшая их проповедь миссионеров В следующем 1912 году под влиянием проповеди невежественного монаха Бабского монастыря Иннокентия о близкой кончине мира ожидание скорого страшного суда охватило многих людей исключительно молдаван Херсонской Подольской и особенно Бессарабской губернии от ложного страха темный народ совсем потерял голову люди стали продавать наделы усадьбы скоты всякое добро и спешить к Иннокентию объявившему себя пророком Ильею веря что только при нем в городе Балтии можно спастись и когда неразумный монах был в 1912 году в Муромском монастыре Алланетской губернии молдаване целые сотни потянулись туда к Иннокентию отвозя ему все вырученные от продажи имущества все все деньги кончину мира Иннокентия назначил сперва на Пасху 1912 года а потом на 1 января 1913 года но ложное его предсказание не сбылось в феврале месяце 1913 года Иннокентий забыл слова Святого Писания всякая душа она будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога существующей же власти от Бога устанут в тюрьм в тюрьм ибо в тюрьм